Здравствуйте! И позвольте разжечь. Кто жил в России, в цирке не смеется. Тем не менее, сегодня на полном серьезе мы попытаемся проанализировать политические кульбиты нашего Шапито с известным политиком Константином Боровым. Здравствуйте, Константин Натанович! Здравствуйте! Вы буквально вчера отреагировали на блистательную ледовую победу Владимира Владимировича словом «клоунада». А тут Жириновский, кстати, в Артеке, в Крыму, заявил, что пора возвращать границы прежней Российской империи за счет Польши и Финляндии. Вам смешно или это уже совсем невесело? Ну, Владимир, обращать внимание особенно на заявление Владимира Владимировича... Вольфовича. Нет, Владимира Владимировича заявление с полной серьезностью было бы неправильно. Потому что в последнее время то, что он говорит, это, ну, мало соответствует реальности. Тут анализировать нужно действия. Потому что, конечно, никаких российских войск, наземных операций в Сирии не будет. И даже МИД по этому поводу сделал заявление. Но добровольцы будут. А Владимира Вольфовича, ну, я бы вообще не анализировал, поскольку это в чистом виде «клоунада». И на этом, собственно, построен его пиар. Константин Натанович, вот давайте сейчас о Сирии поговорим. Почему вы уверены, что все-таки не будет наземной операции? Ведь понятно, что бомбить-то просто так бомбить бесполезно. Без наземной операции на ней не обойтись. А наземной операции формально, так же, как в Украине, наземной операции не будет. Но будут добровольцы, будут... Наемники? Я думаю, что будут регулярные части, которые будут делать вид, что они добровольцы и наемники. Или охраняют наши базы? В том числе. Как вы полагаете, будет много жертв? Да, конечно. Потому что это серьезная война, и противник безжалостный. То есть это, ну, видно по тому, что они уже сделали. Это отрубленные головы, это такой настоящий садизм. То есть военных жалко. А вы предрекаете накаление обстановки внутри России в связи с этим? Потому что, ну, вдруг тут выяснилось, что у нас несколько миллионов суннитов проживают на территории России, мусульман. Будет ли джихад? Боятся нам него? Террористическая угроза есть. И это мнение уже не только мое, а мнение ФСБ, других спецслужб. Они это оценивают как реальность. Принимаются меры, серьезные меры. В метро усилены меры безопасности. То есть все ждут. Но с точки зрения власти, как не цинично это звучит, ничего плохого в этом нет. А любые вот похожие события, там, взрывы, они приводят к консолидации общества вокруг силовиков. То есть граждане начинают бояться. Ну, вот все, как было в 99-м году. Вторая чеченская кампания, взрывы домов. И сейчас уже мало кто сомневается в том, что это было организовано ФСБ. Это стратегия, стратегия выживания власти, да, стратегия консолидации общества. И удержания власти дальше, в тех самых руках, в которых она сегодня находится. Да, конечно. Невеселую картину вы нарисовали, но, тем не менее. А почему, как вы полагаете, из-за российского общества фактически ушла Украина, тема Украины? Это все происки телевизора? Стерли ластиком тему, все? Ну, невыгодно ее продолжать раскручивать. Это был враг в пропаганде. Фашистские, бандеровские, так сказать, правительства, граждане. А сейчас другие ориентиры, другие темы. Это Сирия, и она вроде с точки зрения власти, с точки зрения пропаганды, более выигрышна. Здесь тоже подход очень циничный такой, прагматичный. Это интереснее, этот сериал лучше смотрится. Можно показать вооруженные силы, можно показать силу российской армии, военно-космических сил. Название тоже хорошее придумали. Скафандров тут не хватает. Да. Значит, международная политика легко пристегивается к этому. Вот, не надо показывать голову с голым торсом президента. То есть, мышцы он демонстрирует военными действиями. Опять же, вот эти реляции победные, пока победные, очень хорошо звучат на фоне взлетающих крылатых ракет. И самолетов. Как вы полагаете, риторика НАТО ужесточится по отношению к России в связи с Сирией? Вот смотрите, сейчас абсолютно так беспристрастно давайте взглянем на этот вопрос. В интернете и среди многих, так сказать, противников Путина в последнее время звучали такие призывы, соображения, оценки, что Путин получит ответ. Но с точки зрения Соединенных Штатов, с точки зрения европейцев, не вступление с ним в конфликт – это единственный выход. Потому что понятно, что если конфликт приведет к поражению, то Путин будет использовать последнее оружие, которое у него есть в руках – это ядерное оружие, всплывет подводная лодка «Красный Октябрь», ну, условно говоря, и откроет люки баллистических ракет. В этих условиях все мировые лидеры пойдут на любые переговоры с Путиным. Потому что они ответственные, потому что они не хотят мировой войны и не хотят гибели своих граждан, и гражданское общество начнет давить на лидеров. И похоже, что Путин добивается вот какой-то такой ситуации, конфронтации на уровне балансирования, вот на грани ядерной войны. Да кто ж ему позволит? Там же не так просто взял да нажал кнопку. Там же целая цепочка людей, которые будут принимать такие решения или подтверждать решения Путина. Нет, ну, речь идет не о войне. Речь идет об угрозе войны. О шантаже. О шантаже, да. Всплывает подводная лодка. Как это было в Советском Союзе. Много раз я какой-то документальный фильм видел, который снял Базиль Григорьев. Значит, вот всплывает подводная лодка и открываются люки. В этот момент все Соединенные Штаты, европейские, натовские силы, ну, должны как-то реагировать. Что-то наподобие Карибского кризиса. Нет, ну, это значительно меньше, но это настоящий шантаж. Тем более, что последние действия Путина – это уже не спецоперации. Это открытые провокации, военные провокации, авантюры. И, в общем, его все боятся. Потому что понимают, что у него нету никаких ограничителей. Вот, и особенно раздражать его, ну, пожалуй, не стоит. Но насколько бесконечно можно повышать ставки? Ведь когда-то можно достичь потолка, и дальше уже блефовать будет нечем. Потолок, шантаж ядерный – это потолок. И все понимают, что он может достигнуть этого потолка, перейти к этому стилю разговора просто в любой момент. В момент, когда повстанцы сирийские разбомбят аэродром или нанесут серьезное поражение Башру Асаду, в этот момент он может начать вот этот ядерный шантаж. Давайте перейдем к теме Донбасса. Как вы полагаете, все, Донбасс не наш, Новороссия, прощай. А общество устало от этой темы, ее в пропагандистском, так сказать, ключе разыгрывать уже неинтересно. А я вот не об обществе, которого практически у нас нет. Я об ваших, о ваших ощущениях. Россия оттуда уходит? Путинисты оттуда уходят? Я не думаю, что уходят. Я думаю, что рычаги воздействия на ситуацию внутри Украины Путин хочет сохранить. Но это уходит и из пропагандистской кампании. То есть ушло уже фактически. И причина, я думаю, связана с усталостью общества от этой темы. Это похоже, правда, на сериалы. Вот идет сериал «Менты», потом люди устают, уже не так интересно. Там по экспоненте падает интерес. Нужен новый сериал. «Жандармы». Начинается сериал «Жандармы». То же самое в пропагандистской кампании. Сериал «Украина» исчерпан. Но сериал «Крым» будет длиться речной? Сериал «Крым» исчерпан, потому что все плохо, потому что нет ресурсов для того, чтобы поддерживать просто жизнеспособность. Крымские татары блокируют опять. Да, а оказалось, что вот это решение, которое принимал Меджлис и журналист Муждабаев, оказалось, что это очень эффективный ход, который резко изменил ситуацию в Крыму не в пользу России. 13 октября такой день очень-очень тревожный для нас в связи с докладом по Боингу MH17. Как вы полагаете, это будет жесткий доклад? Это будет обвинительный доклад? И чем это все чревато? Это будет объективный доклад, и для Путина вот ужас этой ситуации связан с тем, что это понятная действующая процедура, правовая. Ее остановить невозможно, будет доклад, после этого будут приняты решения, по всей видимости, о создании трибунала в объеме Организации Объединенных Наций, либо в объеме межгосударственном. Вот, остановить это невозможно, и понятно, кто отдавал это преступное решение. Поэтому Путина это очень волнует. Это такой медленно работающий механизм, который остановить нельзя, и который в конце концов приведет к решениям конкретно по Путину. — То есть вы полагаете, что Путин может стать уже окончательно политическим изгоем и невыездным? — Путин уже политический изгой. — Но он выездной пока. Ему жмут руку. — Ему будут жать руку именно потому, что никто не хочет вот того сценария, о котором мы уже говорили, сценария ядерного шантажа, конфликта. Но это не означает, что кто-то будет ему в чем-то уступать. — То есть он изгой, но он не изгой. Какая-то вот очень странная такая конструкция получается. — Балансирование, очевидно, на грани, так сказать, контактности Путина. — А не проще ли сделать, Константин Анатольевич, не проще ли сделать так, чтобы Путину перестали жать руку, он стал недееспособен как президент, и чтобы он не смог больше представлять нашу страну? Ну, профнепригоден, не может он быть президентом. — Опасно, опасно. Западные лидеры расценивают такую ситуацию, как опасную для них. Его необходимо держать под контролем, видеть его, говорить с ним. Потому что, во-первых, все рассчитывают на то, что все-таки он, если не станет адекватным, то перестанет совершать неадекватные поступки. — Лечится, полагаете, вот такое, то, что с Владимиром Владимировичем-то происходит? — Мне все меньше и меньше кажется, что это болезнь. — А что это? — Там есть, безусловно, маниакальная составляющая, болезненная составляющая, но есть свой расчет, свой прагматизм. И вот тот сценарий, о котором мы с вами говорили, сценарий финального шантажа. В условиях, когда у Путина появится такая возможность шантажировать мир ядерной войной, понятно, что многие западные государства пойдут на компромиссы. — А в элитах не может вызвать какое-то недовольство? Или они там все одним миром мазаны, все одинаковые? — Прагматизм. Здесь недовольство, уже все недовольны им. Он нервирует всех, он создает ощущение угрозы сегодня. Прямой угрозы нет. Это военные авантюры, это уже крайние какие-то такие события. Но его начали воспринимать как угрозу. То есть он уже в том смысле, о котором вы говорите, он не рукопожател. Он уже один из диктаторов, авантюристов, с которым необходимо продолжать разговаривать. Но за стол, так сказать, принятия решений, вот восьмерки, например, его, конечно, никто больше не пустит. А за стол переговоров о снятии напряжения, ну то, что американцы уже заявили, ни о каких совместных действиях в Сирии не пойдет речь никогда. Но возможные переговоры о предотвращении конфликтов, да, в любой момент установление прямых линий связи с НАТО, с Турцией, с Соединенными Штатами, да. А внутри России снизу не может возникнуть такого давления, появиться какое-то давление недовольства, потому что ведь санкции, потому что денег меньше, и они бегут постоянно, эти деньги убегают. Недовольство появится автоматически, потому что и появится в регионах прежде всего, потому что выживать на пенсии уже невозможно. К зиме это станет очевидней. А протесты, я думаю, что это будут протесты против местной власти, которые в условиях нехватки продовольствия просто, нехватки ресурсов у граждан продолжают воровать, продолжают жировать. Вот, это произойдет уже этой зимой, я думаю, что будут отдельные выступления, как будет реагировать власть, в зависимости от этого зависит, как будет развиваться ситуация. Она может начать жестко подавлять эти протесты, может начать забрасывать их деньгами, что более вероятно, потому что на внутреннем, так сказать, политическом рынке власть боится силового противостояния. Ну, понятно, что для истории и там два-три года это вообще не срок. Тем не менее, какая историческая перспектива? Вот знаете, в физике есть такое соотношение неопределенности Гейзенберга. Значит, вывод этого соотношения неопределенности состоит в том, что положение частицы невозможно определить точно, диапазон. Вот, она где-то вот тут вот в диапазоне, с вероятностью в середине, с очень большой вероятностью, но может быть и по краям. Ну, какой диапазон? Вот то же самое с историческими событиями. Очень много случайных факторов. Значит, понятно, что максимальный размер этого диапазона для исторической реализации события может быть и 25 лет. Может быть, ну, более вероятно, там, 10 лет. Вот. Но с очень большой вероятностью, значит, это все-таки масштаб, там, двух-трех лет. Спасибо вам большое, Константин Натанович. Ну что, два-три года придется, наверное, не жить, а выживать в том, что происходит. А именинника мы вчерашнего поздравляем. Мы чай не звери, хотя очень многие вчера пили, не чокаясь. Смотрите Сотник ТВ. КОНЕЦ